Светская Москва сегодня гудит, обсуждает свадьбу сына миллиардера в столице. Самвел Карапетян устроил своему наследнику праздник с таким размахом, что его уже называют самым дорогим этим летом. Расходы оцениваются в сотни миллионов рублей. Во сколько обойдутся свадьбные гуляния тем, у кого бюджет скромнее, Марина Карахончева провела расследование. Не хуже, чем у Гуцериева, так окрестили свадьбу старшего сына Самвела Карапетяна. Миллиардер занимает 26 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. А потому ударить в грязь лицом в честь такого события было бы непростительно. Головокружительный бюджет торжества эксперты уже оценили примерно в полтора миллиарда рублей. На свадьбе 23-летнего Саркиса Карапетяна и его невесты Соломея Кенсурашвили было около 500 гостей. Зал украсили в виде сказочного леса, зарослями из разноцветных гортензий и инсталляциями в виде деревьев. В качестве ведущего пригласили Андрея Малахова. Самый прекрасный дом! Вы только посмотрите! Для празднования был выбран тот же ресторан, где проходила свадьба Гуцериевых. Он считается одним из элитных. Свои торжества здесь отмечают многие звезды шоу-бизнеса. Конечно, если позволяет кошелек. На его камерной сцене успели выступить десятки артистов мирового масштаба. Из последних Патрисия Касс, Тинк и Дженнифер Лопес. Блогеры шутят. На свадьбе Карапетяна состоялась Песня года. Развлекать уважаемую публику доверили Примадонне Али Борисовне Пугачевой, Валерию Меладзе, Софии Ротаро, Николаю Баскову, Диме Билану и Григорию Лепсу. А Филиппу Киркорову даже пришлось прервать свой гастрольный тур. Но звездой вечера стал, конечно, Адам Левайн, солист группы Maroon 5, который за день до этого собрал Олимпийские на своем единственном концерте в Москве. Если бы свадьбу вел, конечно же, Андрей Малахов, Вера Брежнева, пела Алла Пугачева или Григорий Лепс, то, конечно же, бюджет такой свадьбы ушел бы далеко за 250 миллионов рублей. А если говорить об известной группе Maroon 5, то, конечно же, прайс его достаточно велик, и мы знаем, что это минимум 800 тысяч евро. Особый шик присутствия на свадьбе первых лиц. Почетным гостем Карапетяна стал президент Армении Серж Сарксян. Возможно, ему и был посвящен танец молодоженов. Отдельная строка бюджета – свадебное платье. Уходи же, Гуцериевый наряд стоил 25 миллионов рублей. Корсет, юбку и шлейф украсили сотни драгоценных камней и жемчужин. Вес платья составил 25 килограммов. Соломея предпочла наряд более легкий, но не более дешевый. Голову невесты украсила бриллиантовая тиара, точно такая же, как в фильме «Великий Гэтсби». Стоимость ее составляет более 300 тысяч долларов. Это в районе 20 миллионов рублей. Но все же главным украшением у карапетянов стал праздничный торт, напоминающий то ли оранжерею, то ли новогоднюю елку. Потому что это несколько метров в высоту. 150 килограмм там точно живой начинки есть. Это не учитывая декора. Если мы с вами прибавим декор, мы выйдем, наверное, на 300 килограммов. А по поводу ингредиентов, по поводу количества людей – это колоссальный труд. Но не меньше 15 человек 100% задействовано. Свадьбу карапетянов уже окрестили самой дорогой свадьбой лета. Правда, побить рекорд она все-таки не смогла. Уже 11 лет первую строчку продолжает удерживать бракосочетание бывшего владельца МДМ-банка Андрея Мельникова и мисс Югославии Александра Кокотович. Торжество обошлось им в 2,5 миллиарда рублей. Марина Крахончева, Юлия Басалгина, Москва, 24.